Чемпионство высшей лиги даёт дорогу в жизнь, а вице-чемпионство дорогу на региональное радио. Здорово, народ! На часах 6 утра это значит, что в эфире лучшее подмосковное радио Калифорния-ФМ. И сегодня у нас в гостях команда имени меня. Ребята, привет! Всю жизнь хотел узнать, Александр Васильевич в жизни он какой? Жёсткий? Мягкий? Вы его вообще щупали? А пока ребята переводят дух реклама. Дорогой, все западные бренды ушли. Да ты с этими брендами забрендила! В смысле? Ну ушли они и что? Главное, что с рынка, Семёныч, ты не уйдёшь без эпоксидного утеплителя. Едем! А я напоминаю, что меня зовут Алексей Стояк и это моё авторское шоу «Утренний Алексей». Ребята, может быть, вам что-нибудь поставить? А поставьте, пожалуйста, пафосный рэп. Включаю. Ну что? Время творить историю. Запомните этот момент. Именно здесь рождаются легенды. Конкретно на этом месте. Я надеюсь, у вас нет проблем с вестибуляркой. Потому что я собираюсь капитально раскачать. Пафосный рэп. Энергетика наш коллектив зарядит и залетит, нарепит. Пафосные рэпы начинали-то снизов, но вот уже второй сезон. Мы открываем горизонты, это новый эпизод. Отдаём все силы без остатка, с кем были со старта. Если ты не понял мою логику, запомни, это ещё далеко не всё кинуло. А заставка! Влад, иди в свой двор, выпендривайся. Ну? Заметили? Зуб вставила. Александр Васильевич, я думала, после вас КВН вести будет ваш сын. Или мы чего-то не знаем. Ну, вообще, это прикольно, что новых ведущих пробуем. Главное, заметили, как их по нарастающей расставили? Нагиев, Хрусталёв, Масляков, Галыгин, Пельщ! Валдису Александру Васильевичу нравились мои подколы? Нравились же? Или вы поэтому в жюри сели, чтобы нам подсуживать? Ну, хитрюга! Миниатюры! Жена пришла выцарапывать глаза любовницы мужа, а та оказалась пацанкой. Чисто по-женски, я тебя понимаю. Жесть! Я думала, хуже нового логотипа Макдональдса, уже ничего не увижу. Ты так и будешь стоять и молчать, пока твою малышку оскорбляют. Я тебе сейчас все волосы вырву. Только на ногах не выдирай, а то я мерзлявая. Самое сложное в семейных отношениях — не засмеяться во время ролевых игр. Ну что, ты готова? Угу. Разрешите представиться, мистер Чпокс. Ты что смеешься? Тебе что не нравятся богатые и успешные мужчины? Не, ну мне, конечно, нравится дед из «Монополии». Я хотя бы что-то намутил. Я вообще-то тоже. Ого! Так вот где мои эластичные бинты. Вот вы говорите «импортозамещение», да? Не знаю, о каком вообще импортозамещении может идти речь, даже если слово «импортозамещение» на 50% состоит из импорта. Это был сложный прикол. Я сама не поняла. В 2018 году был популярен спиннер. В 2020 — «симпл димпл». Поэтому нам кажется, что в 2022 тоже придумают какую-то бессмысленную фигню, которая хайпанет. Извините, а что это у вас такое? Ты что? Это молодежная тема. Сейчас у каждого школьника такая. Это шпилибундики. Шпилибундики? И нафиг они нужны. Шпилибундики развивают воображение. Это ж просто воздух в пакете. Ну вот видите, у вас пока не развито. Берете? Вам какие? С чехлом, без. Нужно подумать. А что тут думать-то? Сейчас у всех звезд есть шпилибундики. Смотрите вон. Галыгин один купил без чехла. У Михеевой два. У Ягудина шпилибундики на морозе скукожился. Ну, такое бывает. Вот, у Хрусталёва на жаре разбух. А почему все звезды берут шпилибундики без чехла? Ну, у богатых свои причуды. А нам кажется, что реалити-шоу должны быть больше приближены к реальности. В эфире финал реалити-шоу «Отчим». И сегодня мы узнаем, кому наш герой отдаст свою розу и конструктор. Калине или Анфисе, победительницы прошлых двух сезонов? Кто из детей будет ласково называть Игоря Игорем? Игорь, вам слово. Анфиса, ты прекрасная женщина с прекрасным прицепом. Но, к сожалению, у меня только один конструктор. И побеждает Галина! А вы, детишки, не расстраивайтесь. Специально для вас утешительные подарки от нашего спонсора. Шпилибундики без чехла. Это мой сын! Сегодня вечером в это же время смотрите новое реалити-шоу «Отчим-16». Есть такие мужики, которые всегда подкатывают к персоналу. Итак, в операционной. Делаю надрез. Занята. Сюда больным вход воспрещен. Разве больной так сделал бы? Так только больной и сделал бы. Я пошел за охраной. Давно пора. Слушай, Наташ, покопайся там под селезенкой. Рафаэлла? Не, ну от диабетика вдвойне приятней. У меня же это, у самого скоро операция. Какой мне наркоз посоветуешь? Отечественный или импортный? Импортный! Так, все. Зашиваю. Она еще и шьет. Хозяюшка! Отчаливаю. 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 Это уже наш второй сезон в высшей лиге. И мы настроены еще серьезнее. Хоть такое редко бывает, что вторая часть лучше первой. Разве что Терминатор 2. В общем, в том сезоне мы взяли серебро. Поэтому цель на этот год очевидна. Убить жидкого терминатора. Команда КВН имени меня. Аля Бибек. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...